всем привет из солнечного неаполя сегодня с вами я вновь татьяна блогер хотела бы рассказать о самой вкусной пиццы в городе неаполя и если вы думаете что я сейчас буду рассказывать о самом раскрученном месте а именно пиццерии микеле да да где снимался фильм ешь молись и люби то вы глубоко ошибаетесь я вам расскажу совершенно о другом месте в которое я попала буквально на днях и расскажу почему подписывайтесь на мой канал смотрите меня начиная свой рассказ о самой вкусной неаполитанской пиццы 1935 году дедушка луиджи взял и основал пиццерий порой он умел прекрасно готовить вместе с этим он сумел еще за бабах от 21 ребеночка эти дети все научились его искусство и сейчас по сегодняшний день в центре неаполя на вето беду есть пиццерия которая называется джина это то сорбил на честь дедушки все туристы знают эту пиццерию очень хорошо потому что он по улице талида в самом проходном туристическом месте и находится эта пиццерия главное в хорошем месте они находятся еще у нее очень своеобразный примечательный интерьер когда начинается весна а ее заплетают лианами развешаны флажки и вывески в виде сердечек это очень красиво смотрится и она с издалека бросается в глаза а еще за углом этой пиццерии на балконе всегда раздается песни британского шансон поют эти песни мужчина с микрофона таким образом он привлекает внимание и большое количество туристов всегда останавливается возле этого балкона и краем 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 глаза ухо становится в очередь в эту пиццерию и я вам скажу что в этом месте в это возле этой пиццерии всегда я наблюдала огромное количество людей потому что в свое время я жила на этой улице и очередь из людей она практически до самого позднего вечера не заканчивалась и желание выстоять такую огромную очередь у меня никогда не возникало и вот совсем недавно когда после локдауна в обычный день там практически нет очередей и мы с еленой хотели снять видео для вас и как бы вроде предварительно получив разрешение о том что съемку то можно делать мы прорвались помещения стали выбирать тебе же столик и когда уже конкретно мы спросили у обслуживающих персонала о том что можно ли делать съемку и дошли до главного владельца джина нам сказали что съемку делать нельзя поэтому наше видео не состоялось и сегодня я скажу об этой пиццерии просто как посетитель который первый раз заметьте пошла попробовать в эту пиццерию неаполитанскую пиццу чтобы убедиться что она действительно самая вкусная неаполе так вот пошла я в нее к обычно не как обычно в такой день до когда людей нет а поперлась я выходной день потому что решила как и все потом потолкаться в очереди у нас на отстаивание в очереди ушло около двух часов людей было так до 100 человек где-то до приличных попали вовнутрь то мы еще полчаса каждого пока к нам подадут пока подойдут пока мы сделаем заказ и пока нам принесут пиццу поэтому если вы захотите в эту пиццерию попасть очень быстро и если вы голодные то я рекомендую вам или заранее подумать что вам придется постоять в этой два часа или выбрать какое-нибудь другое заведение пока мы стояли в очереди наблюдали мы такую картину что подошли группа оператор с ведущей с камерой и с микрофоном и к ним на встречу вышел джина и конечно же во внутреннюю прошли делать запись а сделали запись на улице мы попали во внутрь заведения я вам хочу сказать что сильно интерьер самого помещения меня но никак не причину звездность любого заведения как отеля я всегда оцениваю по его туалет и туалет мне действительно запомнился потому что в дамской комнате кнопка смыла туалета находилась на полу сейчас вам покажу где сама пиццерия занимает около трех этажей первый этаж в котором на котором находились мы второе помещение на втором этаже и есть еще подвальное помещение которое мы увидели уже сидя за столиком через стеклянный меню самое обычное до десятка пицц самых распространенных неаполе начиная с маргариты маринара потом маргарита там сафьер дилаты или с проволой после этого идет список пиц именно этого заведения они называются в честь известных известных личностей например рональдо марадона ценовая категория скажу вам так колеблется где-то он трех с половиной евро до восьми евро за пиццу заплатили мы за две пиццы и бутылочку пипси колы и бутылку пива 14 с половиной евро я считаю что это нормальная цена для обеда на двух персон для пиццерии скажем так это небольшая цена пицца очень-очень огромна что же я могу сказать о самих вкусовых качествах пицца очень-очень тонкая внизу и очень мягкая по краям когда вам принялась от горячую пиццу вы начинаете кушать оторваться от нее невозможно вам вот хочется ее просто всю-всю-всю-всю-всю серединочки до краешка скушать конечно по мере того как она остывает она уже не такая вкусная становится но я заметила одну такую интересную особенность когда по заглядывала по соседним столам что все люди не оставляли краешка от пиццы все 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 съедали это свидетельствует о том что пицца очень вкусная практически точно так же поступили и мы мы не оставили ни одного кусочка даже сейчас когда я вспоминаю об этой пицце у меня вы знаете как вот слюнки действительно это очень и очень вкусная пицца при том что я чувствовала сытость тяжести в желудке совершенно не было и самое главное на что обращают внимание итальянцы что после приема пиццы есть или нет и жук завершение мне хотелось бы вспомнить о пиццерии микеле где я тоже была из которой я начинала свое видео и сказать что это пиццерия отличается пространством здесь не сидят люди близко близко друг другу как в пиццерии микеле здесь другой интерьер единственное что громко звучит музыка и очень достаточно шумно в этой пиццерии но в неаполитанских заведениях в основном всегда шум в этой пиццерии пицца мне понравилось на много больше и если последующем я буду выбирать между этими двумя пиццериями потому что и в той есть очередь и в этой то однозначно я выберу эту пиццерию потому что она мне понравилась на много больше если вам сегодня понравился мой рассказ ставьте мне лайк если сегодня вам не понравился мой рассказ ставьте мне дизлайк нравится вам или не нравится все равно мне поставьте что-нибудь или лайк или дизлайк лучше подпишитесь на мой канал а сегодня я прощаюсь с вами до встречи в моих последующих видео сегодня с вами была я Татьяна Благер из Неаполя до новых встреч пока-пока чао